Слава Богу! Я пытаюсь ответить на два важных вопроса, что мы должны остерегаться сейчас и что нас ожидает в будущем. Поэтому начнем с первого вопроса и темы моей проповеди сегодня «Берегитесь лжеучителей». Вы вообще встречались с такими людьми, нет? «Берегитесь лжеучителей». Дело в том, что в наше время люди легковерны, как никогда. Как никогда. Вообще, можно сказать, липовые маги, колдуны и парапсихологи только в России за год выманили в население 32 миллиона за год. Они общались через скайп, обещали там что-то. Когда люди перечисляли деньги, они просили «завернитесь в простыне или зажгите свечи». Но деньги уже были перечислены. 32 миллиона за год. Люди очень легковерны, поэтому мы должны понимать, что цель дьявола – это украсть, убить и погубить. А Христос пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. «Берегитесь лжеучителей». Кто-нибудь слышал, что в сентябре будет конец света, нет? Слышали? Просто уже прошло, то вы так чувствуете себя, вроде бы неплохо, улыбаетесь. Но когда говорили «да», то назначали число, то я хочу вам сказать, что волнения просто на разных берегах были серьезны. Но слава Богу, что все под контролем у Бога. Итак, первый стих читаем. «Чем мы не должны увлекаться? Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодать и укреплят сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Есть то, что дает силу, крепость, победу. Это Божья благодать и мирость. А есть различные учения, чем мы не должны увлекаться. Еще раз, смотрите. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. То есть мы можем увлечься кем-то или чем-то. Причем, послушайте меня, человек, который увлечен каким-то учением новым, он об этом говорит день и ночь. Любого человека, которого он встретил, он будет говорить только то, чем он увлечен. Человек, который просто знает истину, он не всегда будет утверждать, проповедуйтесь, но человек, который увлечен каким-то чуждым учением, где бы вы этого человека не встретили, обратите на это внимание, он будет говорить только об этом. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплят сердца, а не ястами, от которых не получили пользы, занимающихся ими». Мы должны стоять на страже наших сердец. Смотрите, еще один стих, просто читаю. Вы смотрите на этот стих. Речь идет об одной церкви. Здесь не были благомысленные фессалоникийцы, фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая описание, точно ли это так. Вот была такая церковь, которая отмечена в Писании, которая слушала многих проповедников и учителей, но, приходя домой, они все разбирали, точно ли это так. У вас вообще такое бывает? Апостол Павел, когда он в свое время оставлял служителей церкви, он сказал так «По чествию моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо». Слушайте внимательно. И говорит «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь людей за собой». Казалось бы, Павел у всех научил. Все подготовлены. Все должны знать, куда двигаться и как. И тем не менее, он предупреждаем говорит «Христиане, будьте бдительны». Поэтому дальше мы вместе будем читать только соборное послание Иуды. Вы можете открыть эту книгу. Это Иуда, брат Якова. Я думаю, что эту книгу вы не так часто читаете. Мы пройдемся так. Главные некоторые стихи. И я надеюсь, что вы что-то важное сегодня услышите для себя. Поэтому Иуда, он призывает всех нас держаться апостольской веры. Меня что удивляет, что он это послание пишет призванным, освященным и сохраненным Иисусом Христом. Они уже призваны. Они уже освящены. Но Иуда говорит «У вас есть опасность. Вы должны быть бдительны. Вы должны поступать осторожно. Вы должны знать, что есть ложные учения. И вы должны быть очень осторожны, чтобы они не совратили вас с пути, призванным, святым, сохраненным Христом. Милость вам и мир, и любовь от Бога да умножится. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел занужно написать вам увещевание, подвязаться за веру однажды преданную святым». Смотрите, у Иуда был совершенно другой план. Но Дух Святой поменял все кардинально. Я говорю «Иуда, ты должен писать сейчас об этом». Почему? Почему я должен говорить сейчас об этом? Потому что ложные учения наступают на нас со всех сторон. Практически каждый год возникают новые движения и новые учения. Поэтому мы должны быть, как христиане, очень бдительны. И Иуда, брат Якова, он призывает всех нас, вместо слепого следования, за отступившими от истины людьми, «Жить свято, созидать себя в вере и в уповании на Бога, да благословит вас Бог». Библия говорит, что есть люди, которые не хотят оставить церковь, они не уходят от христианства, но они принимают ложные доктрины, чтобы оправдать свою греховную жизнь. Поэтому святые должны ревностно защищать истину. Аминь. Следующее. Чему учат и как ведут себя лжеучителя? Послушайте. Может быть, это пригодится вам в будущем. Они преповедуют вседозволенность. Вы встречали когда-нибудь такого проповедника, который вышел и говорит, «Я вам все разрешаю». Я хочу вам сказать, что такого вы вряд ли встретитесь. Потому что если человек именно так скажет, его слушать никто не будет. Но вся проблема в том, что истина и заблуждение всегда идут рядом. И часто вот эти отклонения настолько незначительные, что не каждый человек может это увидеть или заметить. Но истина, она серьезно отличается от заблуждения. Чем? В первую очередь истина и через сто лет, и через тысячу лет она будет истиной. Все, что связано с заблуждением, оно не выдерживает испытания времени. Оно может быть истиной только на время. Но это все, что не истинно, оно не выдержит испытания времени. Смотрите, что здесь написано. «Ибо укрались некоторые люди из древля предназначенные к сему суждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашим повод к распутству, и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Очень удивительно, в церковь крались люди, которые используют благодать Божью, чтобы вести распутную жизнь. Кажется, как это возможно? Но здесь очень серьезное предупреждение для нас. Поэтому помните, друзья мои, любое учение, которое разрушает или подрывает страх Божий, не есть от Бога. Любое учение, которое разрушает в людях или подрывает основы страха Божия, не есть от Бога. Вы скажете, почему? Потому что Библия говорит, «Выслушаем сущность всего, бойся Бога, и заповедь ее соблюдай, ибо в этом все для человека». Какое общее сходство вот этих ложных учений? Они звучат или выглядят приблизительно так. «Успокойся, не переживай. Бог не такой строгий, как ты думаешь. Он не причиняет боль, Он тебя любит. И любящий Бог вообще хочет, чтобы ты наслаждался жизнью». Слышали что-нибудь вы подобное? Да, Бог любит нас, но Бог ненавидит грех. Бог судит грех. Поэтому послушайте, почему я сегодня это говорю? Смотрите, первое предложение, которое было Еве, оно было привлекательным. Не случайно Ева пошла, можно сказать, на эту сделку. Что ей сказал Деву? Слушай, Ева, ты что? Да ты не умрешь. Все будет нормально. Бог, Он же любящий Бог. Это просто... Тебя там напугали, насмущали. Но в этом было серьезное заблуждение. Нет, не умрете. Это полное извращение истины. Потому что сам Бог сказал. Вкусишь смертью, что умрешь. То есть, это было иное Евангелие. Но почему Ева ее приняла? Потому что она хотела это услышать. Ей это нравилось. Проповедуйте Евангелие, которое людям нравится. И вы будете встречать толпы, будут бежать за вами. И мы это испытали даже в практической жизни, в нашей истории. Поэтому похоть, она как магнит притягивает к лыжаучителям. Например, смотрите. Я благодарю родителей своих, которые меня строго воспитали. Слушайте меня. Иногда страхом спасали. Иногда пугали. Когда я подходил маленьким к плите горячей, и так пальчиком, и жарко мне становилось, они не говорили мне, сынок, не переживай, папа тебя все равно любит. Вы меня слышите? То, что Бог меня любит, это точно. Но они мне говорили, осторожно, держись. Еще раз потянешься туда, загоришь. Они учили меня страху Божьему. И многим, что было бы, если бы я, например, малыш, ну пошел, подрался с соседом. То, что он плачет, это одно. Или он пострадал. Родители его пришли с претензией. А мой папа сказал, сынок, я все же тебя люблю, не переживай. Как-нибудь этот кризис переживем. Нет. Мой отец выслушал их и говорит, вечером разберемся. Вы меня слышите? Почему я-то говорю это сегодня? Потому что, если вы будете поступать так с детьми вашими, вы никогда не научите их страху Божьему. Что я тебя люблю, дорогой, не волнуйся. Продолжайте любить ваших детей. Но запомните, закон есть детоводитель ко Христу. И вся церковь сказала. Поэтому есть возраст, когда человеку нужен закон. Когда человеку надо указать, что грех опасен. Что отвечать ты будешь за это. Что есть ад. И ты этого берегись. И когда человек принял эти истины. И возрос в христианстве. То тогда, когда он уже будет мужем Божьим, мужем веры. Тогда к нему это очень хорошо подойдет. Не смущайся. Бог тебя любит. Все будет хорошо. Братья и сестры, будьте благослованы во имя Иисуса. Поэтому, я надеюсь, вы что-то услышали. Дальше. Чему учат лжеучителя? Не признают власти. Так точно будет с этими мечтателями, которые скверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. То есть они выступают против всякой власти. Они, в принципе, говорят, а что вы слушаете их? Есть вот Библия, Слово Божие. Поэтому это одна из характеристик лжеучителей. Будьте бдительны, христиане. Если вы встретите такого человека, который вам что-то подобное скажет, просто убегайте от них. Запомните, что на власти держатся государство, церковь и семья. И сейчас все силы ада настроены на то, чтобы эту власть уничтожить. Но благодаря той власти вы имеете покой. Вы живете в благоденствии. Когда ее не будет, то всем нам будет плохо. Вот почему дьявол как никогда атакует власть. Вместо христиан и последователей Иисуса поднимаются анархисты. Это люди, которые желают утверждать свои порядки. Или, другими словами, беспорядок. Но там ты долго жить не будешь. В беспорядке жить очень трудно. Следующее, чем отличаются или чему учат и как ведут себя лжевоучителя. Они потворствуют греховным желаниям. Послушайте. Но вы, возлюбленные, помните предсказания апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Запомните, благодать Божия никогда не ведет к распущенности или греху. Она всегда ведет к покаянию. Скажите, слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Следующее, чему учат и как ведут себя лжевоучителя. Они озабочены личной выгодой. Горе им, потому что они идут путем каинам, предаются обольщению мзды, как валам, и упорство погибает, как корей. Еще раз повторяю, они озабочены личной выгодой. Я вам приведу большой пример. Это буквально не больше месяца назад здесь, в одной американской церкви проповедник один проповедовал. Там было большое движухо, движение. Люди двигались и в зале, и по залу там. Исцеление, короче, сильно, сильно было движение. Ну и как-то так. В один момент он сказал так, что первые люди, кто выбежит на сцену, первые 50 человек, кто пожертвует мне тысячу долларов, то благословение, которое на мне, перейдет на вас. И 50 человек выбежало. Мы люди, мы все хотим благословения, правда или нет? Но человек, который видит подобные вещи или слышит, это для него должен быть сигнал. Почему я здесь? Что я здесь делаю? И что происходит со мной? Вы с чем-то подобным встречались, но я еще раз повторяю, лжаучителя – это люди, которые озабочены личной выгодой. И еще одна характеристика – они ропотники и хвостуны. Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. То есть эти люди могут находиться в любой прекрасной церкви, но они будут недовольны. Это ропотники и недовольные люди, которые поступают по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корости. Внешне все выглядит прекрасно, но все ради выгоды. Кроме того, здесь написано, они произносят надутые слова, а то и за этими словами ничего не стоит. Апостол Павел, он учил нас, христиан, и здесь Иуда учится, что благодать Христовая, она дает нам способность и силу побеждать грех и не разрешает грешить. Это христиане должны знать и помнить всегда. Поэтому мы, как христиане, сталкиваясь с ложными учениями, должны быть очень бдительны. Я хочу вам сказать, что поток этой информации увеличится. И ложные учения сегодня проповедуются не только с кафедры, но и через книги, и через интернет, и как только хочешь. И когда ты что-то читаешь, неплохо, если ты это делаешь. Но всегда проверяй, точно ли это так. Потому что один у нас источник истины – это Библия и Слово Божие. Вы готовы сказать аминь? Следующая моя мысль – с кем сравнивает их Иуда? С кем сравнит Иуда лжеучителей? Первое сравнение. Иуда сравнит их с неверующими израильтянами. Вы помните, что израильтяне вышли из Египта и двинулись в пустыню? Но Библия говорит, что неверие их погубило их в пустыне. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверующих, что погубил. Почему? Потому что Божья благодать требует чистоты, и святой победоносной жизни. Еще раз, с кем сравнивает Иуда лжеучителей? Следующее сравнение. Он сравнит их с согрешившими ангелами. И ангелам, не сохранившись своему достоинства, но оставившись свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд Великого Дня. И ангелам, которые согрешили, их ожидает суд. В чем их был грех? Они не сохранили свое достоинство через неповиновение. И последнее сравнение, с чем Иуда сравнивает лжеучителей с жителями Содома. Как Содом и Гомора, и окрестные города, подобно им блододевствовавшие, и ходившие за иной плотью, подвергаясь казни огня, вечно поставленный в пример. То есть, смотрите, Библия говорит, что жители Содома пожрал огонь. Современных гомосексуалистов ожидает что? Огонь, если они не покаются. Я расскажу вам пример современной школы здесь. Студенты должны были рассказать о своих целях в жизни. Это колледж. И на трех каких-то примерах они должны были показать, рассказать, какие цели. И каждый рассказывал, какие у него цели. И было очень много интересной информации. Были студенты, которые выходили из Библии и говорили, это моя цель, волю Божью исполнить, Бога прославить. Я здесь нахожу утешение, мир. Это здесь, в Америке. Но потом вышел один студент. И он вышел, у него все цветы радуги. И он говорит, я хочу просто вам сказать, что я гей. А думаешь, какие смелые люди находятся. Когда он это сказал, он начал плакать. И плакал потому, что моя бабушка умерла уже, но она так и не признала меня геем. И ввиду того, что он плакал, то все остальные сочувствовали ему. И когда закончилось вот это, мероприятие, было интересно то, что все студенты, после того, как все закончилось, они говорили только за этого. как сегодня насаждается извращенное понятие, как сегодня открыто бросается вызов серьезным истинам. больше то, если вы будете осуждать этот человек, вас будут считать каким-то не вполне нормальным, злым. Если он вас осуждает, как христиан, это нормально. а если вы это, друзья мои, куда мы идем? Кричать надо, в набат стучать надо, все переворачивается вверх дном, зло начинают называть добром, а добро злом. нормальных людей ненормальными, а ненормальных нормальными. Никогда в истории человечества ничего подобного не было так. Следующее. современные лжиучителя следуют примеру трех нечестивцев. Вы видите Каин, который убил своего брата. В чем было нечестие? Он попытался угодить Богу собственными человеческими усилиями, отвергнув жертву Иисуса Христа и Его кров. Ибо нет другого имени под небом, через которого возможно спастись. Только что Христос. В чем было заблуждение Валаама? Он написано, ввел Израиль в грех бездравственности и идолопоклонство ради своей выгоды. То есть, обольщение Валаама было в том, иметь выгоду в служении Богу. И последний Корей, который восстал против власти Моисея, а в лице Моисея и Бога. Поэтому в лице Корея Бог показал особое негодование против тех, которые противятся воле Божьей и Его слугам. Все эти трое являются примерами губительных последствий зависти, жадности и гордости. Да сохранит нас от этого Бог. И вся церковь сказала характер отступников и лжеучителей. Примеры или аналогии из мира природы. Написано, что они как бессловесные животные. То есть, они злословят то, чего не знают и растлевают себя, как бессловесные животные. Вторая характеристика – это безводные облака. Они обещают большие дожди и уносятся ветром, не оставляя за собой ничего, кроме сухой земли. То есть, что это за люди? Они много обещают, но мало так дают. Лишь внешностью прельщают и нищету несут. Еще раз повторяю, это безводные облака. Вы были в таких собраниях, когда люди выходят? Сегодня будет, будет, будет гром, молния и так дальше. Как часто, просто я с сожалением это повторяю снова и снова. Люди выходят и говорят, мне сказал Бог. А нет ни дождя, ни огня. Послушайте, если тебе что-то Бог сказал, не обязательно объявлять об этом. Люди так это поймут. Часто люди это говорят, чтобы просто привлечь аудиторию на свою сторону. Я не против, чтобы Бог говорил, но когда Бог говорит, то все скажут, аминь, это действительно Бог. Это безводные облака, это осенние деревья, это деревья, которые нет ни плода, ни листьев. Что это за деревья? Они хорошо выглядят снаружи и совершенно пустые внутри. Дважды умершие, сами лишены жизни и не способны приносить плод. Они, как осенние деревья. Нету плода, нету результата. Поэтому иногда бывает так, вот человек исполняется, Духом Святым весь трясется, переживания такие, а поговорить с ними возможно. Постоянно в каких-то обидах, в недовольстве. Извините меня, я не против, чтобы Дух Святой покрывал всех нас и тебя тоже. Но должен быть плод. 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 Бог посылает проявление Духа Святого на пользу. Бог никогда не занимается бесполезными вещами. Аллилуйя. И там, где Дух Господень, там свобода. То есть, это осенние деревья. Это свирепые морские волны. То есть, это люди, которые жестокие в словах. Свирепые морские волны. Они служат соблазну, разрушают веру. Они неуправляемы, свирепы и разъяренны. Это люди, которые производят много шума, но ничего показать, кроме грязной пены, не могут. Я здесь еще раз, чтобы сказать вам, запомните, когда в любом собрании действует Бог, в зале будет огромная тишина. Потому что все будут слушать то, что говорит Бог. Иногда много шума, много движений, но очень мало жизни. Шум ничего не производит. Это блуждающие звезды. Они двигаются, они на постоянной орбите, поэтому они не могут быть примером для других. За ними невозможно следовать. Поэтому они постоянно ищут любопытных людей, чтобы увлечь их за собою. Они постоянно ищут любопытных людей, чтобы отделять их от единства веры, приобретать себе сторонников и создавать новые учения и движения. Моя тема сегодня «Берегитесь лжеучителей». Я вас очень люблю и желаю, чтобы всех вас благословил Бог. Слушая меня, каждый день проверяйте, точно ли это так. Слушая других, делайте то же самое. Все во всем Христос и Евангелие. Аминь. Будьте благословенны в вашем следовании за Иисусом. Как мы можем выстоять и сохранить себя в этой ситуации? А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшее вере, моля с Духом Святым, сохраняйте себя в любви, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Все. Это призыв к возлюбленным. Мы должны что-то делать, мы должны как-то себя хранить. То есть, первое, мы должны назидать себя в вере через изучение Слова Божьего. Тогда вы никогда не будете обмануты. Слово Божье ведет к праведной жизни и к Богопознанию истины. Мы должны молиться Духом Святым, так написано, молиться согласно воле Божьей и слушать Бога в своем сердце. Написано, мы должны сохранять себя в любви. Мы должны сохранять себя в любви. А это невозможно, если человек не живет святой жизнью. Если в ее христианской жизни нет добрых плодов, но когда все это присутствует, значит, будет это любовь, слава Иисусу Христу. И мы должны ожидать милости от Бога для вечной жизни. То есть, во времена отступления многих от Бога, мы должны сохранять истину, отстаивать истину и уповать на Бога. И вся церковь сказала ободрение для всех христиан. Я заканчиваю эту главу. Библия говорит нам так. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему Иисусу Христу, слава, величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и вовеки. Аминь». Ему слава, вся слава. Он единственный, кто способен сохранить нас от падения. Сохранить нас от заблуждения. Сохранить нас в истине. И буквально несколько слов мы помолимся, что ожидает нас в будущем. Это не только к нам относится, но ко всей вселенной. Я прочитаю быстро, вы просто послушайте. «И будут знамения в солнце и луне, в звездах, а на земле уныние народу и недоумение. И море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына человеческого грядущего на облаках с силою и славою великою». Обратите внимание, христиане, есть внешние признаки пришествия Христа. Это луна покраснее там, на солнце будут какие-то перемены. Но главное, обратите внимание на то, что будет происходить в людях внутри. Не просто внешне, в природе, а внутри живущих на земле. Здесь написано, люди будут издыхать от страха в ожидании бедствий. Будет уныние, недоумение. Или другими словами, депрессия в людях. Это современное слово. Это то, что будут люди переживать внутри. То есть, вот если вы спросите меня, а как, ну например, а кризис будет? Или будет изобилие? Я не могу вам сказать, что будет. А кризисы будут. Вы можете сказать, а войны закончатся? Я не могу вам сказать, потому что Библия говорит, что они будут. Я их не хочу. Но они будут. Но в людях будет уныние, недоумение. Люди будут издыхать от страха. И когда это состояние придет, то люди будут искать одного, куда убежать или куда уехать. Я хочу вам предложить исцеление и правильный путь. Послушайте, христиане. Я начинаю и заканчиваю с того, что я начитал. Если вы будете иметь страх Божий, то у вас страха человеческого не будет. Ибо совершенно любовь изгоняет страх. В страхе есть мучение, но совершенно любовь изгоняет страх. Аллилуйя. Это огромное благословение. Библия, что море возмутится, это говорится о людях. То есть будут бунты, забастовки, войны, восстания, агрессия. И когда будут вот эти войны, кризисы, агрессия, в конце концов придет тот, который скажет, я знаю, как решить ваши проблемы экономические, политические. я могу вам помочь. И это будет антихрист. И многие последуют за ним, как за последней надеждой. И тогда в мир придет Христос. Поэтому я здесь, чтобы сказать, друзья мои, море возмутится, волнение усилится, но я здесь, чтобы сказать вам, будьте спокойны. Все идет по плану Божьему и все под Божьим контролем. Все под Божьим контролем. И сегодня, если куда-то бежать надо, то в молитвенной комнате. Если куда-то бежать надо, то прибирать страх Божий. И тогда, когда человечество будет изнывать от страха, вы будете успокаивать их. Потому что вы будете спокойны. Не потому, что вам нравится то, что вокруг вас происходит, а потому, что у вас внутри будет покой. А когда люди двинутся куда-то бежать, то бежать уже будет некуда, потому что все это охватит всю землю. Но тот, кто принял Христа в свое сердце, кто принял его печать в свою жизнь, то откровение говорит, что этих людей, своих людей, сохранит сам Бог. Поэтому я просто вас вдохновляю, братья и сестры, несмотря ни на что, держитесь Господа искренним сердцем. помните, что любовь, она изгоняет всякий страх. Поэтому надо, друзья мои, не чипсов бояться, не кризисов бояться, а Бога бояться. Аллелуя! И если в твоей жизни не присутствует грех, ты будешь непотопляем. А если еще присутствует, то берегись. То берегись. Господь наш грядет. Придите к Богу и скажите, Господь, я здесь. Я поклоняюсь Тебе снова и снова. Положи Твою печать, чтобы когда Ты придешь, Ты мог сказать, это мои. Пожалуйста, не трогайте их. Аллелуя! Слава Иисусу! Да будет имя Бога благословенно! Ему вся слава! Ныне и во веки! Аминь! Поклонимся Ему! Субтитры создавал DimaTorzok